привет youtube продолжаем читать сабанеева охотничий календарь справочная книга ружейных охотников ночевка в лесу может случиться что необходимость заставить охотника заночевать в лесу летом такой ночлег не представляет особенных неудобств но поздней осенью зимой и ранней весной чтобы не замерзнуть или по крайней мере не изябнуть требуется некоторая сноровка прежде всего для ночлега выбирают место низменное за горою и главное за ветром лучше всего ночевать около искария то есть вывораченной с корнем гелия образующий рот огромного щита выбрав место на нем сначала раскладывают обыкновенный костер который как земля прогреется убирают на прогретое же место натаскивают ветоши сухого моху хвои и немного поводы устраивают не костер а так называемый надью уральских промышленников для этого выбирают сухоподстойное дерево но непременно еловое потому что осина или сосна гаснут пихта трещит и бросает иксеры береза очень скоро загорается вся и быстро сгорает а ель горит медленно ровно и без треска отрубят у подходящего дерева два бревишка одно оршина 4 длиною а другой немного короче потяпают топором сверху меньший отрубок с одного конца до другого и кладут на него другой более длинный подложив между ними с концов по чурочки вершок толщины чтобы верхняя бревешка не скатывал с нижнего с обеих сторон под концом убивают по колышку и надья готова стоит ее только зажечь промежутки между бревешками и она прогорит всю ночь ветер располагает надью так чтобы он дул вдоль и я на снег вместо постели набрасывают обыкновенно еловых сосновых или пихтовых лапок которые представляют хоть и жесткое но все-таки сухое ложе только приходится довольно часто поворачиваться сбоку на бок так как тепло бывает только со стороны тела которая обращена к огню при глубоком снеге отгребают его полукругом от нади так чтобы радиус принимая за центр середину нади был не менее трех с половиной оршин и возвышают его в виде вала при этом спать гораздо удобнее греется обеих сторон так как теплота отражается от белой снеговой стены кавказские горцы имеют обыкновение прежде всего греть у костра ладони рук что замечательно способствует быстрому согреванию всего тела заблудившись в лесу поздней осенью и решенном возможности развести огонь надо помнить что можно обогреваться раскопав муравейник и просижив в нем по получасу и более спасибо сабанеев лент палыч книга ружейных псовых охотников а и Продолжение следует...